Несколько лет уже едем. Ну, просто такого еще не видели. Это вообще ужас. В этом году ужас. Тамбов. Вчера в 4 часа вечера выехал. Все нормально было, только единственная пробка первая, наверное, потратила так. Так как они ремонтируют, я тут две недели назад проезжал, один человек на одном объекте работает, и тогда они будут годами и так ремонтировать. Тихий ужас. Нервы людей раскалены не меньше, чем асфальт под кубанским солнцем. Чем ближе к морю, тем ниже скорость. Туристы со всей России уже проехали сотни, а то и тысячи километров. И вот последние десятки, которые оказываются чуть ли не самыми долгими. Один из трудных участков от села Молдавановка до села Дифановка в Туапсинском районе всего чуть больше 10 километров. Автодиспетчер в интернете указывает, что это расстояние на автомобиле можно преодолеть примерно за 15 минут, но на деле понадобится не один час. И кажется, что даже дойти пешком будет гораздо быстрее. Заторы на пути к морю – это тот вопрос, на который глава Кубани обращал внимание еще в преддверии курортного сезона. Сегодня в самом его разгаре Вениамин Кондратьев, как и обещал, отправился на проблемное место. Сначала губернатор осматривает дороги к морю с вертолетом, но чтобы составить еще более объективную картину, пересаживается в автомобиль. Участок от Джубинской развязки до села Дифановка машины еле движутся. Рядом ведется ремонт магистрали. Здесь, получается, этой полосы не было, так? Да, да. Сейчас она делается. Вот как давно она строится, вот эта вот новая полоса? В этом году она началась. С июня, по-моему. Почему с июня ее начали, коллеги? Не, 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 не. В ноябре месяце мы начали делать убедительные сооружения, соответственно, и выпил леса. Декабрь, январь, февраль, март, апрель. Ну, просто где-то надо еще больше людей набирать, чтобы ее быстро делать. Я говорю, на самом деле у нас период строительный один. С 15 сентября до 15 июня. Все. Реконструкция дорог – одна из самых популярных причин пробок, по версии водителей. И действительно, по пути несколько участков, где ведется расширение магистрали. Вот только рабочие есть далеко не везде. Глава региона останавливается прямо на трассе и наглядно показывает это начальнику управления Росавтодора. Здесь работы, там работы, везде работы. Понимаете? Ну, как вы сказали, работ нет. Я еще раз говорю, мы видим бордюры, мы видим ограждения. А людей, работающих за бордюрами, не видим. Поэтому мы получаем, вместо того, чтобы одобрение, что мы расширяем дорогу, мы получаем возмущение. Потому что, я еще раз говорю, огромная длинная полоса бордюров и отсутствие всяких людей, которые работают за этими бордюрами и делают комфорт. Это само по себе недопустимо. После осмотра дорог Вениамин Кондратьев здесь же на трассе экстренно собирает совещание со всеми, кто причастен к организации движения. Искать виноватых и находить оправдания сегодня уже нет времени, говорит глава региона. Курортный сезон в самом разгаре. Куда важнее сегодня найти решение, как разгрузить трассы к морю. Не согласиться сложно с теми возмущениями, это мягко сказать, автотуристов, которые с семьями, с маленькими детьми в своих автомобилях идут к Черному морю. Мы можем находить бесконечно сколько угодно оправданий друг другу, но вот этим людям, которые едут по дороге, абсолютно все равно. Им сегодня нужно сели, нажали на газ и доехали. И сегодня мы должны найти решение, чтобы, конечно, уйти от этой проблемы. При желании можно сделать все. Было бы это желание, а когда мы на самом деле пытаемся снять с себя хомут, и этот хомут на какого-то коллегу перевесить или на какое-то ведомство, никогда не будет толку. Много километров из затора автомобилисты пытаются проехать всяческими способами. И вот уже вместо двух полос образуются три, занятая обочина. Но и это не добавляет скорости. Она тоже стоит. Здесь на помощь должны прийти патрули ДПС, которые будут не просто выискивать нарушителей. В первую очередь регулировать движение, считает Кондратьев. Вот есть редкие случаи, когда сотрудник ГБД должен не выискивать правонарушителя, а помогать сегодня всем, кто движется по этой дороге. Мы сегодня увеличили плотность снаряда. 18 сотрудников у нас задействуются в обычные дни. И на дорогу выходного дня, я ее называю так, 24 сотрудника мы выставляем дополнительно. Решить вопрос, нужный с ремонтом дорог в летнее время, акцентирует губернатор. Два месяца назад Вениамин Кондратьев распорядился прекратить все работы на проезжей части и уйти от реверсивного движения. Сегодня реконструкция магистрали проходит вдоль существующей дороги. Однако, по мнению губернатора, если и эта работа началась в преддверии курортного сезона, то ее необходимо как можно скорее закончить. Я не вижу на самом деле активных строительных действий, связанных с тем, чтобы на самом деле максимально быстро завершить, как вы ее называете, реконструкцию этой дороги. И мало того, что вы иначе как вошли в курортный сезон, влезли в ситуацию, обгородили все на свете, а потом ГИБД сейчас в ручном режиме будет разруливать эту ситуацию, местная власть тоже ее будет разруливать. Какая-то вялотекущая работа, вот в моем понимании. Люди должны, если они уже въехали в пробку, и они ждали там 5 часов, чтобы увидеть, ну почему же мы стоим, тогда они должны, когда подъезжают к этим вашим строительным работам, они должны увидеть такую активную деятельность, чтобы у них даже не было сомнения, что на следующий год, когда они поедут, они поедут в более лучших условиях. Появление проблем на пути к морю – это общая недоработка, говорит Вениамин Кондратьев, в том числе и просчеты краевой власти. Вице-губернатор, который с самого начала курирует этот вопрос, признается, кардинально изменить ситуацию на дорогах сегодня уже практически невозможно. Во всех необходимых нюансах взаимодействие налажено, и до конца курортного сезона мы в плотном взаимодействии не уберем однозначно заторовые ситуации, но максимально их снизим. Такое ощущение, что дорога брошена, она огорожена и брошена, вот и все. И люди абсолютно здесь один на один с этими фэсками остались, один на один. Это в том числе и ваша недоработка, нужно было давно уже выехать самостоятельно и не слушать объяснения Николая Николаевича. К самому же Николаю Ильину, начальнику управления Росавтодора, у главы региона, другой вопрос. Как уйти от работы в курортный сезон? И в линейных календарных графиках предусматриваем остановку, полную остановку работы с 15 июня до 15 сентября. Вот на следующий год можно быть уверенными, что эти работы уже не будут вестись? Не будут вестись. Поток автотуристов в этом году действительно увеличился. В сутки только по М4 Дон проходит больше 60 тысяч машин. Это рекордная цифра, особенно при том, что пропускная способность этой дороги как минимум в 10 раз меньше. Но даже это не должно стать оправданием бездействия всех ответственных служб за организацию движения. Каждому жителю и гостю края нужно создать комфортные условия, говорит Кондратьев. Это не дорога к морю, это какая-то полоса терпения. Да, такое количество автотуристов, такое количество отдыхающих, мы должны им радоваться в первую очередь. Но не только радоваться, мы должны создать условия для того, чтобы они в первую очередь не то, что комфортно отдохнули, а сперва комфортно доехали до нашего Черноморского побережья. Поэтому все наши отговорки, что вот рассчитано на одно, а приехало совсем другое количество отдыхающих коллеги, значит плохо предусмотрели, значит плохо разобрались, значит плохо подумали. А в конечном счете просто не доработали. Не доработали и породили проблему. Простоять несколько часов пробки на подъезде к морю, возможно, не слишком справедливая цена. Но даже при таком условии количество автотуристов не уменьшается. Как и не теряется надежда, что уже на следующий год путь к побережью на Кубани будет быстрее.